Генеральный спонсор проекта ООО «Транснефть. Дальний Восток». Место, где обитают настоящие художники – детская художественная школа. Именно сюда мы пригласили героиню нашей передачи, чтобы все были дома. Маленькая Наденька, ей всего 6 лет, обожает рисовать и регулярно участвует в художественных конкурсах от детского дома. Девочку тепло встретили в художественной школе, познакомились, узнали о интересах Наденьки и рассказали о том, чем ей предстоит заняться сегодня. А пока шли до заветного кабинета, рассматривали яркие полотна, нарисованные художниками школы. Восхищению девочки не было предела. Совсем как фотография, то и дело удивлялась она. Картины написаны настолько детально, что похожи на фотоснимки. Больше всего девочке понравилась картина осеннего пейзажа. Яркие осенние тона привели в восторг ребенка. Как точно художник передал красоту осеннего леса и посадил на тропинку трех сорок. А еще девочке запомнилась картина деревенского пейзажа. Он напомнил ей дом, где она раньше жила. А в доме, где когда-то жила маленькая девочка, не всегда царила любовь и благополучие. В свои шесть лет ей удалось узнать не лучшие моменты жизни. И несмотря на трудности и отсутствие детских радостей, девочка смогла сохранить в себе доброту и любовь к миру. Надя у нас очень общительная, внимательная, заботливая девочка. Она, так же, как и все детки, подвижная. Любит играть и с куклами, и с конструктором. Больше увлекается творчеством, конечно. Она любит рисовать, раскрашивать. Любит кататься на велосипеде, на самокате. С детками дружна играет. Девочка нежадная, всегда делится и игрушками, и сладостями. И, конечно, как и все детки, мечтает о хорошей, дружной семье. Если кому-то грустно, она старается утешить, развеселить, предложить игрушки. В общем, вот такая отзывчивая девочка. Сразу после маленькой экскурсии мы отправились в кабинет к художнице Наталье. И будто попали в сказочный мир. Натюрморты и художественные композиции завораживали Надю. И ей не терпелось поближе все рассмотреть. Конечно, мы предоставили девочке такую возможность. И рассказали о том, как детально ученики школы срисовывают натюрморты. После этого Наденька села за парту и приготовилась к уроку живописи от настоящего мастера. Надя решила рисовать своими любимыми акварельными красками, чтобы передать всю красоту и яркость весенней картины. А рисунок должен быть именно весенней, волшебное время, когда природа оживает. Наденька меня удивила. Такая девочка открытая, очень талантливая оказалась. Все слышит, понимает абсолютно сразу, все инструкции понимает с первого раза. Меня очень удивило. И видит цвет, хорошо чувствует краски. Да, очень талантливая в рисовании девочка. Очень хотелось бы, чтобы она не бросала это в свое любимое занятие, а продолжала заниматься, потому что ребенок искренне талантлив. Надя чудесный ребенок, и, честно говоря, хотелось бы видеть ее и в стенах нашей школы, как ученицу, потому что талантливая девочка, и, конечно, хотелось бы, чтобы она продолжала свои таланты развивать. И, конечно же, хотелось бы в семье, потому что такому чудному ребенку, конечно, требуется ласка, тепло и внимание родителей, поддержка, конечно же, обязательно. А с поддержкой у нее получатся великие, наверное, дела, и достигнет она больших результатов, потому что талант чувствуется сразу. Талант, и мало таланта, еще и желание. В ней прям неуемное желание рисовать. Под чутким руководством мастера белый лист бумаги наполнился яркими красками. Надя не только нарисовала картину, но и узнала несколько художественных приемов, чтобы рисовать красивые акварельные разводы и не переборщить с водой. Девочка старательно выполняла указания художницы и прислушивалась к ее советам. На картине среди веточек деревьев появилась маленькая птичка. Мне нравится красками рисовать. Еще мне нравится рисовать карандашами, мелками. Так. Еще мне нравится кладить котиков. Еще нравится мне рисовать птичек. А это вот даже рисунки на конкурс. Надюша – непростая девочка. Очень творческий и чуткий ребенок. Открытая и искренняя. Девочка обладает многогранными талантами. Но для того, чтобы их раскрыть в полной мере, малышке необходима семья, забота и поддержка любящих родителей. Я мечтаю от мамы и папы жить. Девочка обладает маленькая птичка. Чтобы все-все-все были дома